всем доброе утро 21 мая у нас за бортом видите рассвет встречаем нет они рассвет мы уже встретили проснулся еще затем на поднялся солнышко встает сейчас вот из-за той горы если вам видно я думаю должно появиться как обычно работаем с утра потому что потом будет некогда ну и заодно вот чайок с армянскими вкусняшками всем спасибо кто так притарили вот через час поедем сейчас время 6 по плану выезжать в 7 по он уже и солнышко показалось буквально вот пока я тут с вами прямо на глазах он выходит прямо видно как сколько за минуту еще минуту назад его не был птички поют хорошо что у нас сегодня на бардак на спальнике не обращайте внимание куда то 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 сейчас все равно все разложим обратно ну сегодня что проходим сейчас баграта шен и едем нам надо в тбилиси заехать своим делам на часок потом едем дальше фартанет не фартанет не знаю посмотрим что там с границей я так бы у нас все равно выгрузка ты на понедельник вряд ли у нас это контора по выходные выгружают куда мы везем с одной стороны хорошо приехали бы туда сегодня пятница хотя бы завтра к вечеру у нас был целый день воскресный можно было им или брус ездить и куда только куда только нельзя не съездили вы все зависит от того какая она ждет колейка нас вчера поставили хашка михаила впереди поставили меня за ним заткнули никому не мешали в общем-то позже нас то тут по моему никто и не приехал одна машинка пришла там сзади пару рэфов стоит их на он самый конец запихали жужжат там стоят вывозят армянские с армении авто в россию нижегородских парнишка агат логистика короче доделываю свои зла завтраком ты задолбал холодильник что-то он опять подморозил все если температурой с ним меньше поставишь там не хочет особо работнул холодить выставишь градуса 3 тепла как обычно должно быть когда морозить начинает а он изначально так себя вел неоднозначно зато объем какой влазит все что хочешь почти все вот видите пока я тут три минуты вам утренние сказки рассказывал уже солнышко полностью появилась сейчас пригреет так-то прохладненько 16 градусов сейчас хорошо свежо сильно жарко тоже плохо но сегодня днем 30 . все кушаем и через часик трогаемся поехали браться 10 минут восьмого времени пошли на границу сейчас посмотрим как бы времени но таможне нам оформляться не надо во всяком случае так было сказано сейчас посмотрим просто я как бы груженые оформленный не приезжал еще ни разу здесь оформлялся было дело у меня тогда заезжал и меня прямо тут брокер оформлял что тут сейчас как будет сейчас поглядим по идее должно быть все быстро сейчас право на въезде у них спросим так страховка у нас есть дозвол грузинский есть транзит купим потом на оформление вообще никого искусство а Субтитры делал DimaTorzok 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 Все Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот это граница между Грузией и Арменией Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Двигают вокруг что-то консилиум Какой-то В сторонку отъехать сказали Ну все, сейчас мы подъезжаем В общем смущает их, что так мало веса Загнали на перевес Сейчас Сейчас Отправили на рентген Там уже колейка на рентген, смотрю, стоит Но я сейчас здесь стану, наверное Колейка на рентген, так что будем стоять ждать Подъезжать, не подъезжать Я пока транзит пойду куплю, можно, да? Транзит куплю пойду, можно, да? Ну пока очередь, так я схожу пешком транзит куплю В банк, в банк схожу Ну транзит пойду куплю и сейчас вернусь Три вентуже надо, да? Да, да, да Знаешь сколько время? 15 минут 11 Два часа Потратил здесь на рентгене Что-то колейка какая-то Колейка была, ну и что-то очень долго они просвечивают, не знаю Наверное, на меня минут 15 просветили Потом там уходил, открывал, понятно, канистры, там туда-сюда Так Я это Сейчас документы все сложу И тогда расскажу кое-что Да Непредвиденная такая у нас получилась задержка Ну, повторюсь, их смутило вес Вес легкий Ну как это так, что это там Оливки, вода, кофе Всего лишь там и пяти тонн нет У меня навесы сначала погнали Развернули, я поехал взвесился Потом Короче, рентген А на рентген колейка Нет, может быть рентген ночью и работает Не знаю Ну вот передо мной украинская машина там стояла Парняка говорит А я видел там вот у них Ну как бы С правой стороны То ли арестованные То ли что Машина с заклеенными номерами стояла Короче, поймали машину украинскую С мундштуками Не с мундштуками, а с этими С электронными сигаретами Не с настоящими, а с электронными Что-то там на 70 тысяч евро что ли Хе-хе-хе Ослик Красавчик Вот Ну и в общем На рентген, ну Фишка-то причина не в этом Рентген отправили Потому что Потому что вес маленький Вот это смутило Ну и долго Долго Я стоял, говорю, минут 15, наверное Только у них На досмол На рентген Они не просветили Да пошел куда Пооткрывал Канистры с отблюдом Посмотрели все Но факт в том Что очень долго Пока Это Не знаю Что там Можно так долго смотреть Если бы в Армению Так работали Колейка бы от верхнего ларса Сразу бы становились в колейку Сюда на границу Когда В Армению идешь Очень долго Что они там Сматривали Не знаю Там просветил Все видно Вот Что-то еще Хотел рассказать А ну Михалыч Я говорю Михалыч Езжай меня на рентген Он уже день в Тбилиси Наверное проходит Я говорю езжай Если там колейка будет Займешь Говорю скажешь Что машинка приедет Мне все равно Сейчас в само Тбилиси Заезжать надо Тут у нас свои дела Надо поделать Покатаю вас Под Тбилиси Озеро Тбилисское покажу Купаться не пойду Время нету Вот Показать покажу Поэтому Я говорю Че ты будешь меня ждать Езжай Колейка есть Значит занимай очередь Я подъеду Получится к тебе подъехать Получится Не получится Значит ну что делать Значит уже мы разъехались Зачем человека держать С собой Здесь уже Ташка Закудахнула Дорогу нашла 496 километров Не до Пятигорска Отсюда Ну и я накатал Уже 384 Ну грубо 400 и 500 900 километров Получилось Получится Ориентировочно От С первой загрузки И ну тут считается С первой загрузки Если бы загрузка одна была И еще 150 километров Отними По Еревану Так вообще шикардос Ну нормально Все хорошо Главное Тоннаж Небольшой Небольшой Вот Поэтому Он уже позвонил тут Человечку Заговорили часа через полтора Мне до точки Километров 75 Сбились Но это Это там по прямой Я там немножко с объездной Заеду Но это по этим дорогам На часа полтора За час ты не заедешь Однозначно Так что вот такой рабочий момент Но все тут Нервы тратить Никакого смысла нет Психовать Нет Нервничать Тоже нет Ну какой оризон Все равно ничего не изменится Ты будешь ругаться Кричать Че ты так долго смотришь Еще скажут Поехали досмотр делать А досмотр после обеда Нам и еще что-нибудь Поэтому он тут Я думаю что меня и в России На рентген отправят Потому что их тоже смутит Малый вес Подразумеваю так Ну это будет еще Во всяком случае не сегодня точно Жолик Давай 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 беги Я понимаю что здесь Вы как чуть ли не священное животное Но Давай Веселее перебегая дорогу Вот Вроде все рассказал 26 за бортом Поехали Держим курс на столицу Грузии Там блин этот памятник После Марнеуле там между Марнеуле и Тбилиси Но Так как меня там будет Гарик Ждать Друг Товарищ Не буду я туда заезжать Останавливаться возле него Потому что Так Вдалека С дороги сниму Останавливаться не буду Я хотел но Вы сами видите Два часа времени потеряно Так Ну это крайний отстойник Здесь три машины стоит Там еще два А я понял только одну фишку Сюда в ночь Никогда нет смысла ехать на эту границу Это уже все Это однозначно Лучше толкаться днем Чем толкаться ночью А можно было в ночь поспать И днем приехать И все будет свободно Во всяком случае уже как-то по опыту Замечаешь Что Но до утра толкается А утром вообще никого нет По итогу Те кто поспал Отдохнул Меньше устают Чем ты Оттолкавшись Якобы Выигравший во времени Все Добро Гоним Рулим Катим Наверстываем Упущенное Морнеулли 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 А что ты туда заехал Ты выйдешь потом оттуда? Рулим На Фу Все работает Все открыто Рулим сейчас прямо части будем проезжать я смотрю жива еще сюда когда ехали темно уже было правда так что кто-то пытался там или тут аэродром не говорили что-то короче чудо тут какой-то стратегический объект колючка вовсе затянута там и аэродром то я чуть не взлетки тактами не вышек ничего не вижу не знаю может и действующие может и нет так-то территория большая огорожена сейчас там кпп на кпп посмотрим есть там кто-нибудь живой живые души как говорится все вот только помыл уже ведь опять заляпал зверушки сейчас никого спасу от них нет бывшая техника советская все она уже тут походу припарковалась навсегда там это казармы-то жилые дома или казармы это что это там дома как больницы только мама тут она никс арбайд они во всяком случае здесь вот какая-то тот жизнь видна ну и он самолетик стоит а ну походу что когда и он и солдатики там беседки сидят я действующая извиняюсь я надеюсь ничего такого стратегического не выдал да это казарма то он все внутри люди заезжают и дутьям и короче все тут арбайт он на стопе становимся давайте остановимся наверно нету никого кого паровоза не но периодически надо конечно проезжать что армению что в грузы болит честно сказать даже по этим дорогам начинаешь скучать вот есть такое ощущение волкоградский поросят повез по ходу жулик подожди зилые сто тридцатые в моде да что тут что там вообще не убиваемая техника стоит даже не сдвинется как и коровы через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд и это 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 место куда мне нужно приехать еще по дороге там заправку далее надо долиться посмотрели по ценнику то в принципе то же самое что и в россии цена один в один чем так сейчас лучше просмотрю и фонтанчик какой красивый и вот здание полиции до час будем проезжать танчик и дык гд при этом как его саакашвили типа мода вели вела такая что власть прозрачная что все дела на что-то они там уже все жалью зиме закрыта прозрачная но не до конца как мне рассказывали что при саакашвили стали строить такие яйца не едет совсем не хочет сейчас заправку родиться леса посмотреть здесь однозначно больший курс вот что там это был мой последний раз когда я деньги менял в тех краях они тут дороже надо посчитать где тут дизель слова написано что было блин тут супа грузинский нефига а евро дизель так 287 и 293 варах надо посчитать вот тоже дизель до 2 284 и дороже чем россии дороже не на очень много но дороже сейчас прикину по курсу просто один царест так вот сюда я хотел сходить такой красивый комплекс мемориальный женщина стоит парни два молодых ребенка держит печь что-то обозначает правда нифига не понятно ну вот хотелось сюда заглянуть до полиции можно через сплошняка еще почему нет не такая уж она и сплошная тем более если бы ты полицейский сзади еще один смотри сейчас тоже пойдет через сплошной обгонять что первую поехал как это сейчас они тут прерывистая без нарушений пойдет стесняется обгонять не знаю забыл вчера наверно сказать расход какой был тридцать один и два я пришел по гратошин сейчас 38 не падает не падает особо ну а ты собрался тут поворачивать налево интересно ты просто выезжал и но тут уже прерывистая то они уже по закону могут обгонять первый пошел через сплошняк я я записываю вот думаю как поехать попробовать через город рвануть через пятьдесят метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд на следующем повороте налево афа мотивов что ты показываешь главное ага короче попробую рвануть через город вот и как знаков нет никаких ну и чё ты по факал сейчас сунешься впереди дело в том что мне получается мне нужно заехать заправка пусть я когда на сторону выезда там широкая но она в сторону выезда из города там не развернуться возможно будет короче вот я сейчас попробую короче все переиграли 10 раз уже когда я уже свернул не туда куда надо через город нам сейчас уже ехать не нужно ищем место разворота и разворачиваемся обратно едем как как и планировали по объездной и потом со стороны объездной зайдем уже в тбилиси ну вот я так понимаю мы сейчас направо на мостик из мостика спустимся ну да на этот район посмотрим а в этом районе я был он там он гора там фуникулер на там на горе парк это я тут туристов зависал в общем разворачиваемся едем обратно так то если кстати это кура река мимо неё если на заправку то можно было попробовать но там уже заправку другую прислали уже сказали что это не пойдет поедем на другую в общем еще не у меня главное нет я думаю у меня не будем подрезать уже никого подождем что они там ладно ждем маленькую да ё-моё бесконечные какие-то да что что это такое нет после mercedes или что это едет такое серенькая после нее уже поеду погнали по старому маршруту по проверенному правда через центр тбилиси да тоже еще то там мысль была проехать на грузовике днем потолкаться там а в самый центр если забуриться то можно забуриться так что потом уже не выборишься гейзи гейзи ты могуч самый терминал большой не складуха согласен сейчас мы пойдем в город сюда нам до точки встречи 11 километров здесь то по этой можно в город заезжать вообще без проблем до туда куда мы доедем там можно ехать я уже есть терминал как всегда битком зона таможенного контроля тбилиси спали звуком коровенок сразу эти кустики пошли деревца вот он целое поле я вот туда пешком ходил через это поле туда сейчас будем мимо рынка ехать лилу или лилу или лилу 400 метров поверните направо на съезд Ларис Ивановна и куда ты едешь вот с этими вот штуковинами прямо или направо поверните направо на съезд оригинальная погрузка да я такого честное слово еще не видел так вот на самосвале пруток возить первый раз я такое вижу чудо арматуру вот там металл пруток получается офигеть да чего только не задумываются люди да перевезти надо на чем другого транспорта нет значит перевезем на самосвале спасибо брат что пропустил дарья батька значит разворачивать будет у нее уже пятигорск забит так вот ходил вот сюда вот тут спускался с этой горы здесь вот через речку и вот туда с правой стороны там огромный рынок такой ходили туда там емкали кушать и так по рынку пошляться когда на таможне стояли а мы вот в город с левой стороны у нас будет аэропорт белийский подальше немножко и здесь чутка туда дальше и и и и и и и через город повезти разрешила с ума сойти дорогу нашла да да я знаю знаю лоло и локло короче вот ну тут конечно тоже огромное такое территория чего тут только нет чем тут только не торгуют что этот парковки только не припомню наверное уже что-то новенькое все равно за парковку не хотят платить на дороге машины кидает везде все одинаково у нас беларуси точно так же я тоже так раз два рубля пожалел потом 50 долларов отдал на 20 минут не надо было заскочить торговый центр заскочил выхожу а пыжо то уже и нет все уволокли звонок другу и поехал хорошо там это перегородить это нормально это это в порядке вещей так что удивляться вообще абсолютно нечего мне еще нравится в это бочина свободная все равно надо пол машину на обочине а влазит полторы машины можно легковых поставить нет пол машины будут стоять на обочине вторая половина будет стоять сразу на полосе это тоже такое вот замечено специфика такая ну а сейчас где-то с левой стороны будет съезд в аэропорт мы так как-то здесь когда колесные пары грузили тоже здесь живут заходили то вы грузили дет с правой стороны потом в районе аэропорта там догружались там же нам и документы оформляли доводилось приземляться здесь взлетать позапрошлым летом чего у нас экскурсия по еревану было было все и на грузовике и на легковой пешком я тут тоже подбились и бегал сейчас вот на грузовике прокатимся по городу выезжать мы уже не сюда будем давай брат выходи выходи выезжать уже будем в другом направлении поэтому лук самый центр конечно я вас не завезу но и не окраина проедемся посмотрим как и чем сейчас живет грузинская столица а колесные пары по-моему где-то вот здесь вы грузили что ж такое тогда вижу я их он смотрится на польских номерах даже маленькая я и на немецких видел вот она звонит наш друг гарик да гарик 6 километров осталось я уже въехал в город а стоишь уже все ну вот сейчас я тут у насчет на час же ждет белорусы как тара я нет нет не белорусы могли белорусы стоять а вот белорусы и тоже не белорус мне тоже не белорусы по цвету похожие просто не хотят может где-нибудь все есть почему нет я так понял мне нужно было наверно вот на эту заправку проезжать на какую-то из них но сейчас уже другую нашли поехали по второй полосе вот а вот съезд на аэропорт вот туда влево все и тут совсем недалеко буквально туда-сюда и пару километров обгоним мы местного или не будем эти за ним и поесть не будем борзеть а то местные по первой полосе едут а тут по наехали кстати статуя красивая ночью здесь светится все так в шикарном свете подсветка тут шикарная вот вон там туда вот в аэропорт за те домики туда подальше вот это и вот и вот 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 и вот вот